Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если такие люди есть, можете встать? Посмотрите вокруг себя Я хочу, чтобы вы увидели, что община Это не только то место, где Как часто любят говорить, знаете, давай-давай, погоняй А то место, где люди получают заботу, получают милость, получают поддержку, получают молитвы Это то, что называется семья И я уверен, что вы все весьма благодарны этому Так что я хочу сказать тем, кто поддерживает общину Те даже, кто конкретно дает на помощь людям Хочу вам сказать спасибо и благодарность Богу На то, что побуждает вас быть в общине, где действует Он Я благодарен Богу за каждого из вас Кто финансово поддерживает те проекты, которые Бог положил нам на сердце Амин Спасибо большое Также есть наше день рождения У нас Мы в общине, мы как бы приняли такие моменты Мы никогда не празднуем дни рождения общины Мы не видим в этом смысл абсолютно, чтобы что-то делать Вот родилась община, давайте празднуем, имеем день рождения Не рэбэ, который может быть для кого-то очень симпатичен Или же вы склонны, чтобы поздравить рэбэ, как это любят в разных общинах Мы также и не делаем особенных привилегий Поздравления для лидерского состава Либо вообще как бы членов общины Но мы готовы и мы хотим всегда молиться за тех, у кого были день рождения Я хочу, чтобы мы сейчас, если у вас был день рождения Вот в этом месяце Я бы хотел, чтобы вы встали, мы просто за вас помолимся Я верю, что самое большое почтение, когда мы можем помолиться Один У нас два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек Друзья Я знаю, что есть люди, которые родились на 8 марта Кто-то родился на 2 марта Кто-то родится сейчас Здесь вот есть люди, которые в апреле, особенно 1-го, 2-го Но послушайте Хочу сказать спасибо Спасибо, что вы в этом мире Что Бог вас привел сюда Что вы часть того, что Бог указал И хочу, чтобы вы приняли благословение Отец Небесный, благодарен тебе Спасибо тебе за то, что у нас есть время, когда мы празднуем свой день рождения Мы благодарны тебе, что ты благословляешь нас И мы просим, чтобы ты укрепил Делал сильными наши ноги Дал нам разум чистый Чтобы, Господь, милость твоя, она не оканчивалась И мы всегда за все тебя благодарили Будьте благословены Будьте благословены Итак Я очень рад Всевышнему Что я смог приехать обратно домой После почти двух месяцев различных переездов из-за вашей молитвы И во время Да, во время нашего путешествия Во время нашего путешествия Во время обучения в Африке, в Азии Я хочу сказать, что много Господь говорил со мной И я хотел бы с вами поделиться на современную тему Тему, в которой мы каждый живем Мы сегодня живем в мире Где очень необходимо одно важное слово Очень важное слово, без которого невозможна современная технология Это слово, которое называется пароль Пароль сегодня необходим чуть ли не во всех социальных сетях Телефонах, банковских системах Провождение платежей Да, и даже социальный код нам нужен Нам нужно страхование, код страхования И сегодня мы живем в мире без кода Фактически невозможно делать многие желаемые для нас процессы Даже сегодня подключение к беспроводному соединению Что мы называем Wi-Fi Которое сегодня даже в Одессе Чуть ли не в центре города, на каждом перекрестке Будет иметь доступ к нему Но для того, чтобы получить доступ, нужно ввести туда код Знаете, один молодой человек Попав на здание Спрашивает Извините, пожалуйста А какой здесь пароль на Wi-Fi? В ответ он услышал Это похороны Похороны с маленькой или с большой буквы? Те, кто в технологиях, понимают о том, что Он не понял, куда он попал И говорит, хороший пароль Похороны с маленькой или с большой буквы? Но если быть Если у нас нету пароля доступа То самый мощный компьютер, который у нас дома есть Он служит только простой мебелью Неким украшением твоих знаний Но не имеющий доступа в тот мир, где называется технология Даже если у нас есть код И мы его не знаем То у нас нет доступа к нашей сегодняшней банковской системе Я понимаю, что кто-то еще работает с наличными Но в сущности, даже наши уже пожилые люди К тем, кто честь и похвала за ваши труды Даже для вас в этом мире уже пенсию Выдают не в кассе, да, соцбанка Где вы стоите часами А уже предоставлена для вас карточка Ваш банковский счет Где вы открыли И чтобы достучаться Или взять то кровное, которое вы заработали Вам необходим что? Код Запомните Я иногда смотрю на этих старушек Которые стоят у банкомата И вытаскивают, завернут эту карточку И там еще код есть Запомнить Вставляют туда И с таким напрягом это делают Я реально понимаю, что мы живем в новых технологиях И этот код очень и очень важен Фразы, которые сегодня возмущают Или возбуждают панику современного человека Это фразы, которые составляют из трех частей Когда они напрягаются Современные люди напрягаются Когда им говорят вслух Это будет не больно И все, когда говоришь Это будет не больно Все сразу напрягаются Правда? Когда говорят вам Нам нужно серьезно поговорить Тоже люди напрягаются И самый больной вопрос Когда паника приходит Для современного молодого человека Или же немолодого Это когда говорят Неверно указан пин Или же пароль Где бы то ни было В вашем телефоне В ваших соцсетях В вашей карточке Которую хотите Вот сейчас вам нужно взять эти финансы Чтобы заплатить За вашу медицину За ваш аптечный заказ Или же в магазине Когда вы покупаете продукты Даже для пожилых людей Это не новинка уже Это образ жизни Я не знаю Как сегодня наши Уже пожилые люди С этим вообще справляются Но понимаю Что это напрягает Каждого человека Самое страшное Во всей этой системе То, что Ты знаешь Что в банкомате Или в банке Которые у тебя есть На твоем счету Есть финансы Которые ты заработал Очень непосильным трудом Что они там есть Это как тот банк Который ты веришь Что там деньги есть Когда вставляешь карточку Забыл этот Номер кода Ты понимаешь Что Ты не сможешь Ничего забрать Но если у тебя есть Код правильный Понимаете о чем я говорю Ты понимаешь Что деньги есть Ты этого не видишь Но правильный код Вдруг выдает тебе Финансы В обыкновенном банкомате Который не стоит в банке А именно на улице Может стоять Другими словами Некое выражение Мы вспоминаем Из послания евреям 11 глава 1 стих Вера же есть Осуществление ожидаемого И уверенность невидимым Ты подходишь К этому автомату Вставляешь свою карточку Нажимаешь код И осуществление Ожидаемое Что тебе дадут деньги Но ты уверен Что код Который ты заложил Он доставит тебе Эти финансы Прямо сюда Понимаете Как вера действует Вы уверены В коде Который у вас Есть Матфея 6 20 Не собирайте себе Сокровища Но собирайте себе Сокровища На небе Где ни моль Ни ржа Не истребляют Где воры Не подкапываются И не крадут Мы понимаем Что для нас Важный момент Это наши Сокровища Которые мы Храним на небесах Что это Какой код Для того Чтобы получить То Что нам уже Уготовлено От Бога Что происходит Послание Коринфянам Первое Послание Коринфянам Вторая глава Двятый стих Но как написано Не видел того Глаз Не слышало Ухо Не приходило На сердце Человеку Что приготовил Бог Для любящих Его Вот как это С этим банкоматом Мы не знаем Процесс И откуда Финансы Приходят Некая Составляющая Твоей веры В введение Правильного Кода Позволяет Получить то Что для тебя Уже Приготовлено И ты Можешь получить То Что ты Запрашиваешь Не больше Не больше Знаете Живя в Одессе Всегда можно вспомнить Те еврейские Рассказы Сема Ты когда Последний раз В оперном театре Был Когда банкомат Искал А что ты там Искал Что ты там Смотрел Какие глупые Вопросы Сколько осталось Денег на счету Вот понимаете О чем я говорю Некий Пароль Пароль Который у нас Должен быть И все же Если мы будем Намного Серьезнее Не смотреть На Бога Как на Дремучего Творца Который Как будто Застрял Где-то В В прошлом Да Но посмотрим На того Кто гениально Создал Все И самое Интересное Что он удивительно Его так Создал Что мы можем Пользоваться Этими новыми Технологиями Библия писалась Еще до Банковских Всех Переводов Поэтому говорит Вера есть Некий Депозит Там Который Там уже Существует Его можно Призвать При помощи Веры Но Код К этой Вере В чем ты Находишься Заключается В простых Вещах Пароль Пароль Возможно У Бога Есть тот Пароль Который Даст Возможность Нам К его Доступу Во святая Святых Поможет Нам Приготовиться К встрече С ним Получить То Что Для нас Уже Приготовлено Потому что Не приходило Это на разум Человека Что Бог Приготовил Для любящих Его Что если Есть ключ Который Открывает Доступ Сокровищам И благословениям Которые Он Уже Приготовил Для нас Я знаю Что все Понимают О чем Я говорю Что есть Что-то Сверхъестественное Это не тот Золотой Ключик Который Может Открыть Двери За холстом В сказке Бородина Я не говорю Об этом Золотом Ключике Но я говорю О том Что есть Нечто Особенное И Псалмовец Давид Понимая Всю ту Красоту Божьего Благословения Что открывается Богом Для него Он Делает Это заявление Заявление И Называет Пароль С которым Хочу С вами Поделиться Псалом 99 4 Входите Во врата Его Со словословием Во дворы Его С хвалою Славьте Его Благословляйте Имя Его Возможно Вы не поняли Сам Замысел Пароля Возможно Он скрыт От вас Теми Словами Которые Говорит Псалом Перед Давид Возможно Вы Не прислушались И не открыли Величайших Благ Которые Давид Заключил В этом Псалме Но я хочу Сказать В этом Псалме Есть То Слово То Состояние Которое Открывает Небесный Подход К Богу Открывает Двери Которые Для многих Из нас Могут быть Не открыты И это Слово Называется Спасибо Удивлены? Это Слово Называется Благодарность Потому что Он говорит Хвалите Со Слова Хожу Во Вровота Его Со Слово Слово Во Дворы Его С Хвалою Я Благодарю Я Хвалю Бога Когда Я Это Делаю Я Могу Пройти Туда Где Ожидает Меня То Благословение Которое Приготовил Бог Для Меня Этим Словами Как я уже Сказал Называется Слово Благодарение Или Просто Спасибо От Луки 6 глава 45 стих Добрый Человек Из Доброго Сокровища Сердце Своего Выносит Доброе А зло Человек Из Злого Сокровища Своего Выносит Злое Ибо От Избытка Сердца Говорят Уста От Того Что У Нас Есть Внутри Мы Говорим Этот Код Благодарения Или Наоборот Знаете Давайте Посмотрим На Словосочетание Которое Здесь Используется Словословие И Хвала В чем Это Разница Мы Привыкли Что Мы Имеем Грубо Прославление Мы Привыкли И Научили Мы Должны Сначала Вот Таким Со Словословием Восклицанием Прийти Прославить Бога А потом Сделать Какой-то Другой Переход И Мы Поклоняемся Богу Я Давайте Зачитаю Вам Слово Словословие Просто Из Простых Эциклопедий Вот Я Зачитываю Синонимы Какие Синонимы К слову Словословия Асана Прославление Восхваление Выхваление Дифирамбы Превозносение Нахваливание Хваление Расхваливание Выхваливание Пенегирик И никто не знает такого слова Акофист Гимн Похвала Восхваление Хвалебная речь Ода Хвала Похвальное слово Вот в этом слове Словословие Так много сочетаний Именно Синонимов А хвала Ладно Вот мы сделали Словосочетание Словословие Далее Хвала Теперь Синоним Хвалы Похвала Слава Восхваление Восхваление Рекомендация И так далее И так далее Там и хвалебная речь Выхваление Похвальное слово Аллилуйя Воспевание Возвеличивание Тогда у меня вопрос Зачем нужно было говорить Спасибо Ибо спасибо Когда ты входишь во дворы Его со спасибо Да То есть То во дворе То есть через двери Скажешь Спасибо Вы меня пустили Во дворы Его с хвалой Спасибо Что позволили стоять Услышьте меня Очень важное понимание Чтобы мы Разумели У каждого из нас Есть ключ Ключ К доступу Ключ Который Бог нам дал Для его присутствия Чтобы прийти В его присутствие Но и ответственность У каждого из нас Тоже велика Перед Богом Нам дан ключ Но ответственность Его Чтобы помнить И запоминать У нас может быть Карточка К доступу Нашей банковской системе Но если мы Не запомним Не чувствовать Это Нашим сердцем Этот код То мы можем Не иметь Этого доступа Римлянам 5 глава С 1 по 5 стих И так Оправдавшись верой Мы имеем мир С Богом Через Господа Нашего Ишуа Мессии Через Которого Верою Получили мы Доступ К той благодати Которой стоим И хвалимся Надежды Славы Божьей И не сим только Но хвалимся И скорбями Зная что от скорби Происходит терпение От терпения Опытность От опытности Надежда А надежда Не постыжает Потому что Любовь Божия Извела сердца Наши Духом Святым Даны нам И когда у нас есть Любовь к Богу У нас всегда Есть стремление Зайти в Его дворы Зайти через эту дверь И мы Должны иметь Каждый из нас Этот код У нас есть ключ Но код к нему Он должен открываться Внутри нас И я вам сегодня Говорю Этот код Является Благодарением Спасибо Кто может сказать Если бы у каждого Из нас Этот ключ Все таки был Насколько жить Было бы по другому Если бы мы понимали Что это значит Возможно мы не получили Все что О чем мы просили У Бога И все таки Мы просим у Него что то А фактически Мы наверное не понимаем Что позволит нам Получить То О чем мы всегда просим Возможно нам стоит Изменить Стратегию Понимания нашего Получения Удовлетворения В нашей жизни Возможно нам нужно Научиться И менять Наше понимание О Боге Я вам Могу сказать Одно Может кто то спросит Меня Ну послушай Ребе Легко это говорить Но хочется Хотя простых потребностей Чтобы Были пополнены Хотел бы простые Просто жить На жизнь Чтоб хватило Только всего Что нам надо С вами всегда согласен Я согласен Хоть У Бога Хоть прожить На один день Но все таки Писание говорит Не было праведного С протянутой рукой Не было человека Праведного Который бы Мог Будет сидеть И с протянутой рукой Хочу чтобы вы понимали Все что нам Хотелось Уже мы получили Удовлетворением Которое у нас есть Необходимо для жизни Благодарное сердце человека Открывает нам путь К престолу благодати Благодарное сердце человека Открывает путь К престолу благодати А благодать То есть Незаслуженный дар Мы понимаем Как благодать Это незаслуженный дар Кто понимает Это слово Да Чего Мы много чего Незаслужили Но дайте мне вам Сказать Опять же И что такое Благодать Я говорю Простых вещах Которые Для этого Не нужно Учиться В теологическом Институте Для этого Только стоит Даже Поднять Векопедию И посмотреть Слова Которые Привязаны К этим Высказываниям Что такое Благодать Одно из Ключевых Понятий В христианстве Богословии Рассматривается Как дар Для человека От Бога Подаваемый Исключительно По милости Господа Без всяких Заслуг Со стороны Человека И предназначений Для его спасения Предназначений Для его спасения И освящение Возрастание Благодати Благодать Понимается Как действенное Снисхождение Богу К человеку Действие Бога К человеку Изменяющие Сердце Человека И само Свойство Бога Указывающие На его Доброту И милосердие Представление О благодати Сочетается Понимание Ее Одновременно Как Даяние И сила Дается тебе Сила Незаслуженная Слово Благодать Могут Переводиться В Благодать В религиозном Понятии Я буду говорить Как Например Браха На еврите Слово Сочетается Благодать Это Как Браха И в Ветхом Завете Употребляется Как благословение Что такое Для нас Благодать Некое Благословение Которое мы Не пережили Слово На еврите Означает Хэн Хэн То есть Прелесть Привлекательность Очарование Обаяние Изящество Милость Благосклонность Красота Что такое Благодать Красота Которая Является Нам В Боге Когда мы Приходим В Его Присутствие Если Глубиться В само Понятие Благодать Суб Это Слово Тогда Никто Из нас Не заслужил Той Благодати Которую Бог Явил В Ешу Мессии Другими Словами Благодать Это Посланник Маши Для тех Кто нуждался В избавлении А все мы Согрешили И лишены Славы Божией И Бог Поэтому дал Ешу Мессии Чтобы он Стал для нас Благодатью Она не становится Больше Она не становится Меньше Когда Писание Говорит Возрастайте В благодати Но Ешу Не может Расти Больше Или меньше Я думаю Что нам Необходимо Откровение Возрастать В откровении Кто есть Машия Кто есть Мессия Кто нас Обновил Освободил И предназначил Для будущего В контексте Слова Благодать Мы видим Слово Мессия Как я уже Сказал Которое Является Для нас Именно Божьим Даром Кефисианам 2 глава 5 стих И нас Мертвого Преступление Имея Имея Пароль Доступа Спасибо Мы Вами Имеем Возможность Иметь Моментальный Ответ Который Нас Не будет Напрягать Не будет Напрягать Мы сразу Получаем Ответ Когда мы Благодарны Богу Мы говорим Богу Спасибо Даже Ответ Нет Он является Ну Слава Богу Тогда Позитивное Состояние Дает Возможность Богу Изменять Окружающую Среду Как С примером Когда Есть Доступ В банкомате Мы знаем Правильное Слово Но бывает Так Что мы Забываем И нам Блокируют Нашу Карту Мы забываем Правильное Слово И нам Нету Доступа К тому Что мы Уже Имеем Друзья И поверьте Мне Неправильный Доступ Неправильное Состояние Не позволит Богу Пустить Нас В то Присутствие Которое Необходимо Для получения Того Что Он Приготовил Не имея Пароля Бог Не допустит Нас К тому Чего Мы должны Иметь Когда мы Не удовлетворены Своей жизни Это Недовольствие Выливается Через негативное Отношение Не только К окружающим Людям Но и Открывается Как ропот На Бога Недовольство Его Обеспечение Недовольство О том Что Он Не все Контролирует Противостояние Агрессивность Ко всему Что нас окружает Как только Мы переходим От благодарности В негатив Недовольство В ропот Как вам сказать Мы набираем Совсем другой код И нам Нету доступа Понимаете О чем я говорю Есть то Что мы должны Научиться В это время И когда мы Делаем Неправильный код Вводим Неправильный код В нашем состоянии Тогда невозможно Мы как мы На еврите Говорим Примирение Мира Тикумалам Невозможно Также Исправление Нашей души Тикумхаколы Это Состояние Когда мы В негативе Мы не можем Исправить Своё Состояние Только Богу Нужно Другое Сердце Благодарение Это выбор Который мы С вами Способны Сделать Только Каждый Из нас Может сделать Этот выбор Благодарение Даже Когда нам Не нравится Работа Нам не нравится Наша работа Но мы Благодарны Что кто-то Оплачивает Нашу работу Для того Чтобы мы Поддерживали Наших детей Или же Наше состояние Когда Обстоятельства Не такие Как нам Кажется Ситуация В которой Мы Оказались Мы В контроле Нашего выбора Один из примеров Йосиф Наверное Ему Не совсем Понравилось Обстоятельство Которое Он попал Его Братья Его предали Продали Сдали Получили За него Выгоду Наверное В состоянии Которое Он попал Далеко От родителей И он Наверное В состоянии Не был Такой Сильно Благодарный Но Я хочу Сказать Что он Ответил Людям И своим Братьям Когда он Понимал Что все Содействует Ко благу Написано Бытие 45 глава 7-8 стих Бог Бог послал Меня Перед Вами Чтобы Оставить Вас На земле И сохранить Вашу жизнь Великим Избавлением Итак Не вы Послали Меня Сюда Но Бог Который И поставил Меня Отцом Фараону И господином Во всем Доме Его И владыкой Во всей Земле Египетской Мы можем По разному Смотреть На обстоятельства И наш Выбор Друзья Это наш Выбор Реально Это мой Выбор Потому что Мы С вами Созданы Богом Из Творения Мы как бытность Человека Это Дух Душа И тело В Духовной Сфере Мы уже Приобрели С Ним Все Он поставил Нас Сыновьями Дал нам Все Унаследовали Мы с Ним Все В части Души Мы являемся Тормозами Потому что Мы начинаем Двигаться Чувствами И в отношении Плоти Мы не получаем Того Что бы хотели Получить В невидимом мире Когда мы Расширяем Наше понимание И станем Возрастать В откровении О том Что Бог Сделал Для нас Мы начнем Благодарить Больше И Наша жизнь Удивительным образом Изменится Псалом 117 Я буду Зачитывать С евритом Благодарите Господа Ибо Он добр Ведь Его добр Вечна Это послание Благодарите Другими словами Если вы хотите Что-нибудь получить То войдите В его врата В его дворы С благодарением Хвалебный То есть Говорите Благодарение Как может Измениться Наша жизнь Тогда Когда мы Понимаем Правильный Пароль Правильный Пароль Это доступ Престолу Благодати Как Насколько Изменится Наша жизнь Пробуждаясь Мы с благодарностью Встречаем Предстоящий день Когда Когда даже Не успели Еще Успеть На трамвай Мы Чувствуем Если мы Научились Мы благодарим И говорим Слава Богу Значит Не подрежут Кожелек Вы слышите Нет Некое Состояние Даже если Ты не успел Значит Ты опоздал Ну Не специально Бывают ситуации Тогда Не нужно Быть Суровым К обстоятельствам Необходимо Научить себя Благодарению Научить свое сердце Благодарить Не всегда Просто Но нужно Для того Чтобы иметь Доступ Нам Необходимо Учить себя Нам нужно Помнить Благодарность За силы За здоровье Какое есть Ведь мы Не всегда Будем молоды И красивы Мы должны Благодарить За все то Что у нас Сегодня есть За семью В которой мы Выросли И которая У нас есть Мы должны Быть благодарны За выбор Который мы Сделаем Как страна Завтра Мы должны Быть благодарны За родину В которой мы Родились За мирное небо И за цены На привозе Мы должны Быть благодарны Вы скажете Ребе Что вы говорите Не всегда Так просто Первое послание Филисса Никицам 5 глава 18 стих За все Благодарите Ибо такова А вас Воля Божия Вешуа Мессии И так говорится За все Или только За то что нам нравится Давайте Поблагодарим За то что мне Хорошо Да Давайте Поблагодарим За то что Нашему соседу Плохо А мне хорошо Мы за все Должны Благодарить Псалом 106 В современном Переводе Говорит так Благодарите Господа За его доброту Любовь его Беспредельна Пусть это Скажут все Кого он спас От руки Врагов Код очень простой Пароль Простой Который ты можешь С жизни своей Вставить Чтобы получать Божье благословение Когда мы благодарны Тогда невозможное Становится возможным Тогда появляются Люди На нашем пути Которые помогают Нам в том или ином Вопросе Как только ты Начинаешь быть Благодарный Вдруг Появляются люди Которые говорят Подожди Подожди Я могу это устроить Я могу это помочь И те Кто Например У тебя поломалась машина Ты говоришь Слава Богу Понимаешь Что что-то Должно было произойти Не понимая почему И вдруг Тебе появляются люди Которые Подожди Давай помогу Давай тебе подтяну Заменю Есть то Что Бог открывает Сверхъестественно Тогда чиновнические двери Открываются Когда мы становимся Благодарны И каждая наша старушка Старик Может подойти В эти чиновнические дворы Постучать И сверхъестественно Вы найдете Благоволение Почему? Потому что Сердце царя Руководителей К чьей руке Бога Научиться Благодарению Научиться Этому паролю Которую Мы сегодня Иногда забываем Производить Да Все это возможно Позитивному человеку Который Благодарен Богу За то Что происходит В его жизни Позитивный человек Только из Доброго сердца Позитивного сердца Человек выносит Доброе И это Доброе Как благодарение Многие скажут За что Благодарить Если Не чувствую себя так У нас Что имею То говорю Ну что если Я не чувствую За что Благодарить Вот не вижу За что Благодарить Да там Что-то происходит Не так За что Вообще Благодарить Что если Не чувствую Что За что Благодарить Зачем Это Благодарение Это Не чувство Благодарение Это не чувство Это выражение Надежды Услышите Благодарение Не является Чувствами Мне сделали Хорошо Спасибо Это Надежда То есть Выражение Надежды Мы имеем В нашем Лесиконе Простую фразу Заранее Благодарен Говорим Нет Что это За чувство Что это За состояние Это состояние Надежды Заранее Я вам благодарен Ничего не произошло Но заранее Я вам благодарен Некий депозит В небесный банк Который мы Складываем Где открываются Для нас Двери Чтобы войти Вы слышите Мы иногда Делаем Чересчур Сложным Отношением С Богом Чересчур Как бы Удивительно Напряженными Наши чувства Не должны Диктовать Наши выражения Надежды Наши чувства Что мы переживаем 1 Карифина 15 глава 57 стих Но благодарение Богу Кто дарует Не даровал Да А кто дарует Нам победу Через Господа Нашего Ищего Мессию Благодарение Господу За не Оказанную Милость Еще Еще милости Нет Но я начинаю Его Благодарить Привычка Благодарить Нелегко Дается Но за малым Мы сможем Заметить И большое Ежедневное Размышление Поможет нам Выстроить Жизненную Позицию Благодарения Богу Что в свою Очередь Поможет нам Быть В Его Совершенной Воле Если мы Будем Благодарны Я заметил Что люди Людям Свойственно Быть Неблагодарными Честно Даже Среди Верующих Людей Свойственно Быть Неблагодарными Я не знаю Причину Этих Состояния Этой Горечи В человеке Но Я хочу Сказать Что Люди Менее Помнят Доброе Чем Злое Все сразу Все сразу Вспоминают Негативные Истории Только Начинаются Какие-то Терки Разговоры И начинается Вспоминать Все доброе Которое Ты творил Человеку Все эти года Вдруг Моментально Перечеркивают Одна ситуация Которую нужно было Решить Вспоминается На этом тле Раздувается Негатив Природа Человека Мгновенно Переключается На боль Мы Мгновенно Вспоминаем Боль Которую Нам Нанесли А все Что хорошее Наверное Мы привыкли Мы привыкли К тому Чтобы все Было Хорошо Как С этим Бороться Возможно Мы По этой Причине И Верующими Остаемся Неблагодарными Богу На причине То что мы Все помним Плохое Все хорошее Забывается Сегодня вспомните Когда Мужчины Дарили Женщинам Цветы И знаете Что реально Будет Уже Очень давно Когда Это было На прошлой Неделе Сразу Негатив Сразу Ситуация Возможно Нам нужно Изменить Свои отношения К Богу С благодарностью Ефесянам 5 глава 9 стих Потому что Плод Духа Стоит во всякой Благости Праведности И истине Отношения Наши к Богу И наши Благодарности Ему Открываются В наших отношениях Друг к другу Потому что Отношения Друг к другу Отражаются На отношения С Богом А особенно Когда-то В семье Семейные Здесь есть Да Семейные Три человека Остальные Когда так Задумались Уже Уже понял Напряж В семье Надо задуматься Ефесянам 5.28 Так должны Мужья Любить Своих жен Как Свои тела Любящие Свою Любить Самого Себя Так Понятно Да Как жена Выглядит Так и Себя Любишь Ибо Никто Никогда Не имел Ненависти К своей Плоти Но питает И греет Ее Как Господь Общину Потому что Мы члены Тела Его И плоть Его И от костей Его Посему Оставит Человек Отца Свою Мать И прилепится К жене Своей Будет Двое Одна Плоть Тайна Сия Велика Я говорю По отношению К Мессии И его Общины Так Каждый Из вас Долюбит Свою Жену Как Само Себя А жена Да боится Мужа Если Супружеских Идилли Которые Мы строим У вас Не будет Чувства Благодарности И выражения Благодарности Тогда мы Строим Мнимые Отношения Мнимые Как только Ты начинаешь Благодарить Друг друга Муж Жену Жена Мужа То открываются Те невероятные Двери Отношения Которые Что не попросишь Получишь Милая Ты такая Хорошая Ой Как я тебя Люблю Лучше тебя Никогда Нету И сразу Сказать Пожалуйста Хотите Борща Сразу Тебе Это И то Вы Послушайте Момент Именно Отношений Как только Негатив Приходит В семью Ссоры Бывают Но если Мы не будем Вспоминать Все то Доброе Которое Мы имеем В наших В супругах Только вспоминаем Ту маленькую Ошибку Которую Мы Когда-то Сделали Мы как-то Что-то Сказали Что-то Произошло И вспоминать Опять Поднимать Из прошлого Я вам скажу У вас Не будет Этого Входа То есть У вас Не будет Правильного Кода В присутствии Бога Помните Там Говорится Чтобы мужья Поднимали Руки Без страха И сомнений Чтобы был Довступ Молитвам Зачем Нужно Иметь Что С женой Правильное Отношение То есть Милая Дорогая Хорошо Если что-то Плохо Но он сжался Немножко Как ежик Ну и все Подожди Потерпи Все пройдет Друзья Пройдет Вот это Момент Очень важный Ежедневная Рутина Нашей жизни Притупляет Наше чувство Благодарения Богу Мы Притупляемся В вещами Которые Естественны Для нас Мы Не привыкли За все Благодарить Мы не привыкли Благодарить За естественное Утреннее Просыпание Кто из вас Проснулся Утром Ну все было хорошо Сон был хороший Все Вы сказали Слава Богу Хорошо Чаще всего мы просыпаемся От ужаса И как будто мы Утонули Или мы пошли В ад Или что-то Что-то произошло У-у-у-у Все Слава Богу Я еще живой Нормально Еще есть какая-то Надежда А? На самом деле Кто из нас Просыпается Рано утром Говорим Спасибо Спасибо Что я Проснулся Я могу Кушать нормально Я могу Пить Дышать Ничего необычного В этих вещах Нету Но нужно Вспомнить Что это Является Сверхъестественным Для нас Сверхъестественным Друзья Экклезиас 3 глава 13 стих И если Какой человек Ест и пьет И видит добро Во всяком Труде своем То это Дар Божий Благодарение Когда мы с вами Делаем добро Людям Мы часто Говорим В ответ На благодарность Да не за что Что мы имеем Ввиду Да Когда говоришь Ну заранее благодарность Да еще не за что Нет за что Один человек Прикалывался С это слово Да И он говорит Вот на английском языке Оно как-то не звучит Nothing Nothing Ну что тебе Абсолютно ничего Но на самом деле Когда я подумал Об этом Я понял Я понял что Мы ошибаемся Когда мы Хотим поблагодарить Когда уже Мы получили Когда мы Начинаем Благодарить Не за что В том депозит В том депозите Который у нас Есть Мы открываем В себе Возможность Быть благословенным Я не знаю Мой транспорт Плачу Вот Жить Жить духовной Мы теряем Поставник Помилуй Не возврат Не забываем Но чудо Но чудо Происходит Во время Абсолютно Не только Не только Исцелил Только приняли Внешнее Не заботитесь Просить подачку Пожалуйста Да пожалуйста Ну дай мне Дай мне мое исцеление Дай мне то что мне нужно Я думаю что Молитва Или Упрашивание Попытка Ублажить Бога Не Не то Не то состояние Бог хочет чтобы Мы Получили ее Тем благодарением Которое Бог оставляет Для нас Вы помните Эту историю Когда Женщина Которая Хананянка Которая пришла К Ишуа И начала просить Исцеления Для дочери Помните Да я не буду Перечитывать его И она просила И вы знаете Она умоляла Она просила Дай мне Исцелимую дочь Исцелимую дочь И Ишуа Не реагировал На это Умоление Или прошение Не ублажает Бога Или Ишуа Да Вот в этой ситуации Но как только Она Он ей даже сказал Нет Не полагается Псам Абсолютно Ноль Только господам И вдруг Она говорит Благодарю Я хочу Благодарить Тебя Что кроки Падают со стола Господ И Ишуа Говорит Вера Вера Спасла Иди Дочь Твоя Исцелена Это Величайшая Тема Которую Можно еще Развивать Она Просила И Ишу Сказал Нет Она поблагодарила И Ишу Сказал Вера Твоя Спасла Тебя Сила Благодарения Не проста Нам нужно Не разрастать Ты должен ввести Правильный пароль Чтобы иметь Доступ К ресурсам Благодарность Есть ключ И доступ Сегодня сказать спасибо Это не просто Высказать Словами Нужно молитвы С переменами Чувствовать Что ты благодарен Богу За все Нам необходимо Иметь откровение Об Ишу Вот так как Он Бог с ним Даровал нам Все необходимо Для благочестия И жизни Вот здесь Петра 2 Петра 1.3 Как от божественной силы Его даровано нам Все Подребное для жизни И благочестия То есть благочестие То есть благодарение Через познание Призвавшего нас Славой И благостью Ишу Да Он Благословит нас Это благодать Которая Незаслуженная Ибо все Обетование Божие В нем Да И аминь В нем Да И аминь Слава Бога Через нас Я бы хотел Чтобы мы Сегодня Задумались Над тем Какое наше сердце Есть ли у нас Пароль К доступу Получать то Что мы ожидаем Каждый год Мы говорим О целях Последующего года И этот год Для общин Орхамашиах Бетель Двух общин Которые В сотружестве Не являются Исключением Для нас Следующий год Это Послание К евреям Одиннадцатая глава Первый стих Этот стих Все знают Где говорится О надежде Где говорится О вере Я хочу Зачитать вам его Вера же есть Осуществление Ожидаемого И уверенность В невидимом Ожидание Как долго Когда Это придет Мы не знаем Но мы уверены В том Что это придет И мы говорим О том Что еще невидимое Станет явным Здесь на земле И наши ожидания В нашей вере Они будут Приводить К большим переменам Субтитры создавал DimaTorzok